Всем привет! Сегодня воскресенье. Я, как всегда, к вам с отчетным видео и с болталкой. Так, что у нас сегодня? Несолнечный у нас день. Погода у нас плохая, холодная, что-то. Никак леток нам не хочет идти. Так что до нуля градусов ночью. Вот, так что не солнечный свет такой, не хороший, не очень хороший. Так, что я хочу рассказать? На этой неделе я вязала игрушки, заказать не так много, но все равно были, вязала по две, не успела. Еще очень много у меня осталось, что связать. Вот для ярмарки. Вот такие ломтики начала вязать. По пять штучек. Пока вот не доделала еще. Вот арбузики. Такие. И вот киви. Еще пока с ниточкой. Такие, такие миленькие. Вяжутся быстренько. Ну, так смотрится клевенько. Так. Так что продолжаю их вязать. Там у меня еще в очереди на вязание много. Игрушек, список такой же большой, что я как-то не успеваю. Или просто мало как-то работаю. Вот у меня какая-то производительность труда упала. Наверное. Так что, ну ничего, отдыхать же тоже иногда надо позволять себе. Вот. Поэтому немножко отдыхаем, немножко работаем. Вот. А что на этой неделе? Вот белочку. Белочку наконец-то выставила на продажу. Позавчера, по-моему, или вчера. Отфоткали. Не было времени сфоткать. Что это сделать. Ну, вот потом нашлось. Сыну второй курс закончил. Досрочно сдал. Все еще время появилось. Вот мы с ним немножечко поработали. Подбили все наши, которые, делишки были не закончены. Вот. Так что, белочку выставила, посмотрим. Белочку. Это я придумала. Мастер-класс на него нет. И даже примерно не написан. Вот как связала, так связала. Посмотрим. Будет покупать или нет. Вот. Миленький. Так что, это сделала я на этой неделе. Потом, что я сделала? На сурикатов. Мастер-класс. Все заделала. Все сделала. Выложила. Ну, в смысле, выставила на продажу. В этом. ВБ цифровой. Ссылка в описании к этому видео. И на магазин, где вы можете купить игрушки, приобрести. И вот на ВБ цифровой, где вы можете купить мастер-класс. Вот. Так что, я сделала, доделала, проверила. Еще провязала. Вот такая компания у меня. Получилось три штучки. Прикольные сурикатики. Вот. Так что, на все мои игрушки, там, какие у меня есть. На лисенка, на хорька, на лемура, на куклу. В общем, кто хочет мастер-класс. 150 рублей, да, по-моему. А, 250. Рублей мастер-класс стоит на ВБ цифровой. Вот. Заходите, покупаете и получается. Вот. Еще попереснимали видеоконтент. Ну, то есть мы на ВБ, там, на Озон, когда выставляем, очень важно для этих площадок, для продаж, качественный контент. Ну, я бы не сказала, чтобы он прям качественный. Я не знаю. Мы уже всяко пробовали, видите, мы же не только игрушками занимаемся, а таким товаром тоже разным. И мы уже понимаем, что какой-то нужен там на таком фоне, покупают больше какой-то там на белом фоне, что-то на зеленом фоне, что-то там на том. В общем, примерно вот эти фотки заходят для разной вещи, так скажем, разный контент. И вот мы пробуем всякие разные контенты, ну, и с игрушками мы тоже, конечно, пытаемся. Потому что изначально, ну, это очень важно. Это просто кто вот сейчас занимается или кто собирается заниматься. Если у вас вдруг вы выставились, у вас, ну, нет продаж или что-то, долго довольно-таки, да, попробуйте переснять какой-то контент, в другом варианте снять. Потому что интересно, первые, знаете, мы первые самые игрушки выставили, ну, просто что-то, мусень была, что-то такое, ну, не заморочились. То есть мы дома сфоткали, такие, знаете, на светлом фоне каком-то, ну, что-то так вот, тяп-ляп, короче, ну, просто обычненько так. И вот они у нас что-то плохо покупались, ну, совсем не покупались, я бы сказала. Мы такие смотрим, ну, что-то, блин, две недели нету. Ну, взяли, пересняли, попробовали по-другому снять. Вот. И в результате, короче, следующие игрушки я их связала, они у меня сначала, изначально же большие были, с другой пряжей, ну, которая вот просто плюшевая, с дольча. Они в два раза больше были, как бы. И вот потом я, когда перешла, попробовала с этой пряжей поменьше, игрушки стали меньше, и как бы мы их пересняли. Пересняли, это как раз была весна, ну, вот, наверное, тоже мать, да, только не такой мать, конечно, как сейчас. Вот, все еще у нас даже зелени еще нет, деревья стоят голенькие. Вот, а тогда, в прошлом году-то хорошее было. Уже зелень была такая, прям, сочная. И мы сняли вообще в окно, мы на пятом этаже живем, а я уже говорила как-то. Ну, и, в общем, сын, не знаю, как им пришла, ему такая идея, он, в общем, брал, игрушку, ну, открыл окно, ну, пластиковое обычное окно, оно, ну, половинка открывается, он просто открыл окно, и у нас одна комната выходит на, там, детский сад у нас, и такая, ну, типа, зеленая зона, что ли, вот, ну, широкая. В общем, там деревья, зелень, ну, прям, даже не видно ни домов, ничего там, ну, зелень. Причем, представьте, пятый этаж, да, они вот это вот настолько высокие, ну, они больше уже дома нашего, пятиэтажки, эти дома. И вот эта зелень не внизу получилась, вот как, если бы я с земли снимала, там ствол, да, больше было бы видно, а это именно крона. И вот он просто вот так выставлял, вот, держал перед собой, и вот так вот их снял. В общем, там не видно же, что с окна это снимается. Вот, вот, прямо вот так игрушку снял. И она такая, а сзади такой вот фон получился листьев и веточек, и небо. И вот этот контент у нас прям залетел. Когда мы пересняли эти игрушки, они начали прямо, ну, вот, буквально на следующий день там заказывать их стали. Как бы он такой, ну, не знаю почему, как-то вот понравился этот фон. Потом, когда следующие игрушки мы начали уже переснимать, ну, лето кончилось, и вот осенью уже такого не было, такой возможности. Мы опять дома стали снимать. И, ну, старались вроде зеленки добавить, там, цветочки, вот, какие-то искусственные цветы. Специальные я, кстати, покупаю, чтобы использовать в контенте, ну, фотографии. Потому что натуральные цветы так не получаются на фотографиях, как искусственные. Более сочные цвета, более, ну, короче, лучше получаться на фотографиях. Поэтому мы вот используем там к цветочкам, где-то что-то рядом. Это всегда, ну, плюс. Зеленка, мы это называем зеленку. Добавлять цветочки, зеленки какие-то, то есть листву. Вот. И сейчас, сейчас, вот у меня сын старший привез вообще интересную штуку такую. Она не знает, для чего она используется, но мы ее переделали как фон. В общем, мох стабилизированный. То есть надо на вот таких этих панельках, как-то он приклеен. Вот этот мох, он настоящий, натуральный, только стабилизированный. Ну, как срок годности у него, там, 5 лет, что ли. То есть, ну, интересно, он не пластмассовый. Он натуральный, но он не желтый. Ну, в общем, классный. И фон получается, вот мы посмотрели, на фотографиях лучше получает этот фон, чем на самом деле даже этот фон выглядит. Вот. И фотографию, ну, я попробовала там выставить, и видео сняли на этом фоне. Почему-то оно притягательно очень. Ну, люди очень много кликают. Я не знаю, почему. Вот сейчас мы пересняли вот эти все мои игрушечки на этом фоне. Ну, вот эти новенькие. Посмотрим, как продвинется карточка или нет именно с таким контентом. Вот. Как будут заказывать. Поменяли. Вот на этой неделе мы этим занимались. Вот. Так что пробуем, тестируем. Вы тоже, если занимаетесь, обязательно насчет контента, обязательно видео снимайте. Маленькие видео. Вот. Ну, мы просто делаем. Вот так просто покрутили. Там. Вот так. Музычку наложили. Там 10-15 секунд. В общем, со всех сторон, чтобы игрушечку покрутить. Ну, все. Ну, а фотка, конечно, это самое основное. Фоточку когда делаете, пытайтесь, пробуйте. Может, ну, мы так понимаем, что игрушки здорово заходят, когда они вот на чем-то природном. В каком-то, на природе. Сейчас лето. Поэтому старайтесь фоткать. Ну, именно вот на природе. Может быть, у вас есть там какой-то парк, там, не знаю. Чтобы дерево, зелень была, цветочки. Можно в клумбу там сажать этих. Ну, вот это заходит, в общем. Вот. Мы зимой, кстати, один раз попробовали тоже в снегу елочку нашли. Ну, которая растет елочка. И вот прямо туда ставили, к этой маленькой елочке, эти игрушки. Тоже, кстати, там, я помню, зайка и медвежонок, что ли, был. И их здорово заказывали. Ну, потому что, наверное, природно или что. Не знаю почему, но вот людям нравятся такие фотки. Привлекательные. А если уже привлекли внимание, там уже больше шансов, что у вас что-то купят. Так что, это совет. Если всегда думайте и пробуйте разные варианты. Может быть, от этого тоже зависит продажа. Вот. Вот про это я рассказала. Значит, мастер-классы на все мои игрушки, кроме белочки. Потому что белочку мы тестируем пока. Посмотрим, как она зайдет, как ее будет заказывать. Потому что все, в принципе, игрушки мои, которые новенькие. Сурикат, хорек, лемур. Они, в принципе, все продаются. Ну, заказывают у меня. Особенно хорьки. Хорьки, наверное, самые такие популярные получились. Но они, правда, не лахи. Вот. И, как бы, вот, посмотрим, тестируем сейчас мы эту белочку. Вот. Потом, если что, посмотрим. Вот. Если будет продаваться, то, конечно, я сделаю мастер-класс. Если нет, то нет. Зачем время зря тратить. Вот. Так что, такие дела. Про что еще хотела сказать? Ну, по поводу прошлого видео. Я понимаю, что там не всем понравилось то, что я говорила. Ну, я, как бы, девочке говорю, ну, чисто свое мнение. Я так чувствую, я так понимаю. Я никому не навязываю ничего. Тем более, я больше как посмеяться. Я все это рассказываю. Ну, я такой человек, что, да, я люблю утрировать. Потому что чаще всего, ну, только когда утрируешь, люди начинают понимать, о чем тебе говорят. А так, ну, как бы, не всегда. Когда я тебя не так понял, я не понял, что ты хотела сказать, я не понял, я подумал по-другому. Поэтому, если я хочу что-то донести, я стараюсь очень утрировать. Ну, а в этом я мастер утрирования, конечно. Я могу так утрировать, что, я не знаю, наизнанку вывернуть просто. И все. Ну, и так тогда точно понимают, про что и о чем я хотела сказать. Поэтому, ну, это моя такая тактика, я не знаю. Ну, я так пользуюсь. И детям всегда так объясняла. Все утрировано. Тогда до них точно дойдет то, что ты хочешь сказать. Вот. Поэтому, может быть, не всем этот формат нравится, что, ну, вот так я делаю. Ну, не знаю, это мой такой. Всегда я так объясняла. Если что-то пыталась сказать, потому что даже если, даже так, люди часто ставят вот какую-то, не знаю, стену и не хотят понимать. Уже прям, я не знаю, на пальцах-то, на спичечках показывают, и все равно человек, блин, вот стену ставит. Не хочет принимать. Я умнее, я лучше знаю и все такое. И слушать не хотят. Поэтому я ни в коем случае не говорю вам там, делайте, как я, думайте, как я. Нет, ради бога. Вот. А насчет блогеров там, ну, я вообще блогеров много смотрела. И в Инстаграме особенно очень много смотрела. И сейчас в Ютьюбе я очень много смотрю блогеров. Ну, и вижу, смотрю там, они у меня там на фоне. Ну, смотря какой блогер, конечно, подкасты там, все такое. Да, мне нравится это. Ну, смотрите, что, вот я вам про что хочу сказать. Вот вы мне там написали комментарии, прям целым списком написали блогеров, которые вяжут и которые живут за границей. И вы там типа говорите, вот они хорошие, вот смотрите. Ну, я на это могу так ответить. Я принципиально, это мой принцип, принципиально не смотрю блогеров русских, которые живут за границей. Принципиально. Могу объяснить, почему. Хотя я только, наверное, наполовину вам объясню. А может и все, не знаю, потому что осуждений много. Вот. Сначала смотрите, в Инстаграме, это, наверное, года два или три было, когда в Инстаграме очень много блогеров было, которые жили там на Бали, и показывали, как они живут там, не знаю, в Индии, там на каких-то островах. Ну, в общем, в Европе, везде, где угодно. Они показывали, они так хорошо жили, и они всех учили. Покупайте у меня курсы, я вас научу, как можно жить, где вы хотите, ну, типа, и работать с любого уголка мира. Ну, вот, потом, ну, в принципе, это было нормально, да, что у нас все жили где-то, эти блогеры, где-то, где-то там, за границей, кучерявые, они там живут, все им смотрят, о, круто, круто, ой, давайте я куплю, и я буду там, как она. Ну, государство, я думаю, не дураки оказались. И эту историю, если кто Инстаграм давно смотрит, и кто прям в курсе, потому что блогеры прям открыто про это говорили, что им в один момент пришли, ну, письма счастья, так скажем, от нашего государства, и им было предложено, значит, если вы хотите работать, ну, зарабатывать на россиянах, то, пожалуйста, приезжайте в Россию, живите в России, и, пожалуйста, занимайтесь, продавайте курсы, и все такое. Если вы живете где-то на Бали, а зарабатываете на россиянах, то мы ваши блоги, ну, просто забаним, ну, то есть закроем. И вот, почему я знаю эту ситуацию, потому что я наблюдала именно за этими блогерами, которые рассказывали, как это все показывали, эти письма, как им пришло, какие им условия. Многие блогеры такие, вот, что это мне указывают, кто мне будет указать, да, какой я имею право, где хочу, там и живу. Ну, в общем, половина там быстренько собрались и приехали в Россию потихонечку, а кто-то очень не потихонечку. Например, самый знаменитый блогер, я думаю, вы все знаете, в Инстаграме это Самойлова Оксана, да, жена Джигана. У них четверо детей, они в то время были в Майами. У них там дом, я так поняла. Ну, в общем, они жили в Майами, у них как раз ребеночек, вот, они только должен был родиться. Вот, и они хотели остаться вроде как в Майами жить. Дети у них там, вот. И даже она, будучи вроде как такая уверенная и все такое, они быстренько собрали монаточки, приехали в Россию и живут, и, ну, ездят, никто им не запрещает там ездить в отпуск, да, по разным странам. Но жить они должны в России, раз они зарабатывают, то есть платить налоги. Им, да, им сказали, да, фиксируйте, ну, там, ИП открывайте как блогеру, платите налоги как положено, и деньги, которые вы зарабатываете с россиян, тратьте, пожалуйста, в России, чтобы оставалось эти деньги в России. Нашу экономику мы поддерживаем. Ну, дороги же надо делать, да, больницы отстраивать и все такое. А не так, что у нас там, мы жалуемся, что у нас дырявые дороги, а деньги мы с удовольствием отдаем вязальщице, которая живет в Германии. Вот смотрите, вы им так доверяете, вас сами подумайте, ну, просто логически, чисто по-человечески. Человек уехал в Германию жить. Она говорит, здесь так замечательно, здесь так хорошо живется. Она вам показывает то, что вы хотите знать, видеть, понимаете? Если бы ей было хорошо, она бы там работала, она бы там нашла работу и работала, и зарабатывала бы там деньги. Нет, она говорит, ты у меня купи, россияне, покупайте у меня. И она вам в наглую показывает, как она на вашей денежке кучерява живет. И вы хотите сказать, что она вам будет показывать что-то, правду там какую-то или рассказывать? Да нет, конечно, не будет, потому что если она начнет правду рассказывать, ну, вы от нее отпишетесь, и деньги ей не будете посылать. Вот и все. И не надо говорить, что блогеры там, знаете, не меркантильные. А они снимают, потому что им так хочется, они чем-то хотят поделиться. Да нет, вы же у нее покупаете то игрушку, то еще что-то, и там мастер-класс или еще что-то. Блоги просто так не ведут, потому что все хотят зарабатывать. Просто так никто не будет это делать. Ну, может быть, там месяц, два, три, полгода может человек поделать. Но если это не приносит результата, он это бросит. Вот. Поэтому если такие блогеры, они вам что угодно там в уши нальют. Вот что угодно, честное слово. Лишь бы вы их денежки, свои денежки отдали им. И поддержали. А она-то тратит их там, в той стране. И там делают дороги, понимаете. У них хорошие дороги, вам нравятся какие у них хорошие дороги. Не нравятся в России, но денежки вы оплачиваете в дороге в той стране. Так что поэтому я принципиально, принципиально ничего не покупаю у блогеров, которые живут в других странах. Разные ситуации бывают. Но когда в наглую говорят, как замечательно здесь живется в стране, новые денежки. На ваши, знаете, на русские денежки везде хорошо живется. И вот эти блогеры нам прекрасно это показали. И в Америке наши, на наши русские денежки. Прям, ну, супер кучеряво они живут. На крутых тачках, крутых домах. Ну, на русские денежки. И эти миллионы вы с удовольствием отдаете им. Поэтому, ну, это ваше право, если вы хотите. Ну, а по мне, я все-таки скажу, хотя это, может быть, и не так приятно будет, и могут со мной поспорить. Сейчас в этой обстановке очень опасно. Потому что, смотрите, для меня, я вот подумала, задумалась, и вы, я, ну, попробуйте подумать об этом. Вы эти денежки отдаете, допустим, в Германию. Ну, допустим, да. Она платит, ну, налог, налоги государства. Ну, даже вы знаете прекрасно, наверное, все. Покупая хлеб, мы тоже налог государству платим. Ну, НДС тот же самый. У них же то же самое. То есть она пошла на ваши денежки. Вы отдали там эти, не знаю, 300 рублей за мастер-класс. Она пошла, купила хлеб. С этого, там, 30 рублей, с этих 300, с ваших 30 рублей пошли в государство в качестве налога, в бюджет. И они с этого бюджета покупают оружие и отправляют его, сами знаете куда, и бомбят Белгород. И вот на эти 30 рублей, понимаете, вот в этой бомбе, вот такая железяка, которая убивает людей и детей, вы ее оплачиваете. Получается, вы заплатили за эту железяку, которая убила того ребенка. Ну, я не знаю, это, конечно, у меня это болезненная тема, потому что у нас в Белгороде живут родственники, родители мужа. И они из-за возраста не хотят выезжать оттуда. Старенькие, им очень трудно это сделать, ну, уже просто невозможно. И не хотят, они говорят, это наша родина, мы хотим. Понимаете, это для них, и их каждый день бомбят. И вот я поэтому принципиально не смотрю, я не хочу оплачивать. Потому что я не знаю, я, может, оплачу, я даже железяка завтра в них попадет. Вот, поэтому, пожалуйста, подумайте, я с этим жить не хочу, с таким гуру. Поэтому принципиально не плачу иностранных не смотрю. Ну, вернее, русских за границей не смотрю. Я смотрю блогеров иностранных. Если я смотрю, допустим, Вьетнам, то я смотрю вьетнамцев. Если я смотрю Таиланд, то я смотрю Таиландцев. Если я смотрю американцев, то я смотрю американцев. Ну и так далее. Сейчас очень удобно, потому что есть субтитры. Не обязательно знать знание языка. Сначала для меня было тяжело, потому что я язык не знаю. Пыталась догадаться что-то, что-то. Особенно где такие какие-то блоги неразговорные, а что-то делают, реновации. Можно понять не обязательно звук. Но сейчас они делают субтитры. Субтитры, пусть там ломаный какой-то перевод, ну, понять можно. Ну, это прикольно. Я смотрю настоящую жизнь настоящих людей, живущих в этой стране, и они вам, ну, как бы врать не будут. Это точно. Потому что они, это их жизнь. Вот. И да, я лучше им буду смотреть. Вот, поэтому... И про то, вот у меня как-то муж сказал, какая разница, я же у него ничего не покупаю, у этого блогера, я его просто смотрю. Ну, просто смотрю, как... Ну, не все, может, понимают, как это работает. YouTube, вы смотрите канал, да, ну, видео какое-то. И каждый просмотр, он продвигает, ну, то есть этот ролик. Там, посмотрела 10 человек, они потом на 100 его показали. Посмотрела 100, показали на 1000. В общем, вы помогаете продвижению этого ролика. А продвижение, это тоже деньги, они получают за просмотры, ну, этих видео. Там, за каждую тысячу, там, 5 долларов, допустим. То есть это тоже деньги. И даже таким образом вы тоже, блядь, оплачиваете это. Ну, пусть не вы, но своими действиями, временем своим. Вот. Так что сейчас я вообще, ну, блин, не смотрю. Это моя... Я никого не принужу. Ну, я, конечно, хотела бы сказать, не делайте так. Но я думаю, что я не имею права так говорить. Вот. Каждый должен понимать, что это такое утрировано. Я вам объяснила, как я это вижу утрировано. Чтобы вы поняли, что я хотела сказать и про что. Если вы меня поймете, то спасибо. Если нет, пожалуйста, это ваше дело. Вот. Вот такие вещи. А блогеров очень много интересных. Очень, очень интересных блогеров. И вот самое интересное, знаете, я еще про одну блогер, что я давно за ней наблюдаю, это Маша Комиссарова. Она спортсменка, наша спортсменка, которая пострадала на Олимпийских играх. Она даже не успела в Сочи выступить. Она вот прогон перед соревнованиями, сломала себе спину. Ну, я думаю, многие помнят это. И, в общем, она сейчас на инвалидной коляске. Ну, сейчас у нее все хорошо, конечно. Она хоть и на инвалидной коляске, она живет в Испании. Она там и лечилась, и это, и осталась там. И она тоже... Ну, у нее сейчас двое деток уже. Мальчик и девочка. Ну, она вообще молодец. Девчонка, которая не сдается никогда и нигде. Мне кажется, она везде... Ну, молодец вообще. Это смотреть, конечно, надо. Для нее, по-моему, ничего невозможного нет. Она ездит и по миру, и... В общем, ей тоже поступило такое предложение. Ну, вот как я вам рассказывала от нашего государства, тоже предложение, что вроде как мы тебя... Ну, она отстояла свое право. Ну, как бы как. Но она с ними договорилась. Она приехала в Россию, оформила ИП. В общем, она здесь платит налоги. Она зарабатывает на русских... Да, она на русскоязычных зарабатывает. Живет она в Испании. Тратит она деньги там. Но налоги платит она в России. А почему она жить не может? Ну, она не летом, как правило. Она живет в России почти всегда, каждое лето. Вот. Но вот год... Потому что... Ну, она объяснила, почему. Потому что у нас доступность не такая. Ну, и тем более она с Питера. А в Питере, представляете, там и снег, и дождь, да. Она как на... Ну, надо, чтобы сухо было, в общем. Потому что колеса ржавеют там. Там не проехать. И то она приезжает, и она сюда... Ну, показывает ей проблемы, как она проехать не может. Ну, все свои проблемы. Показывает, что не очень удобно и холодно. Ну, в общем, и ей разрешили. Ей официально разрешили работать. Ее никто не забанил. И она продолжает работать. И как бы... Но платит налоги. По крайней мере, так. Вот. Это тоже неплохо. Ну, и русские. У меня, конечно, очень много пользуются. В этот раз она там с ВВД даже. Ей доставку какую-то делали. Я так и не поняла. Кто-то из... Ну, там очень много русских живет. Ну, приезжают вот они. Ну, она очень любит русские товары. И поэтому... Ей привозят. Знаю, и лекарства там, и... Ну, товары разные. Вот. Поэтому, да, есть даже такие, кто смог договориться. Но я думаю... Я ее смотреть-то смотрю, конечно. Но она в Инстаграме. Она не на Ютьюбе. Я ее в Инстаграме смотрю. Ну, покупать, конечно, я пока ничего у нее не покупаю. Пока это ситуация. Хотя мне хочется, конечно, поддержать иногда. Вот. Ну, на рекламе, по крайней мере, она зарабатывает. И видно, что она не бедствует. Поэтому, слава Богу. Ну, и добро она, конечно, несет в мир. Мотиватор она очень классный. Классный. Советует всем посмотреть. Ну, человек не сдается. Вот. Так что наблюдать за ней прикольно. И бизнес она там всякие мутит. И курсы тоже она... Ну, время от времени. Такая ненавязчивая. Дети у нее потрясающие, конечно. Это. Вот. Про это я сказала. Значит, вот это моя такая позиция по блогерам. И тем более блогеров нас же никто не заставляет силой их смотреть. Мы хотим, отписываемся. Кого хотим, смотрим. Кого не хотим, не смотрим. Вот. Поэтому. Смотрим, ну и думать тоже. Никто нам не запрещает думать, как это и что. Вот про это. Хотя сказать, итоги недели. Значит, итоги недели. Что мы навязали? Навязали и продали. Продали 12 штук. Навязала я, наверное, блин, больше 25 штук. Потому что я как бы вязала по 2. Не успевала. У меня сейчас в очереди стоит, я не знаю, игрушек 8, наверное, если не больше. Когда я их пересвязать не знаю. Что-то как-то с производительностью у меня не очень. Надеюсь, на этой неделе получше будет. Вот. Ну, ничего. Продала 12 штук. Вот расскажу. Кого? Ну, как это сказать-то? Ну, всех по одной, а некоторых по два. Лисенка два было. Олененка два. Хорька два. Медвежонка два. И остальных по одной. Ну, и следков две пары. Я, в общем, просто покажу. И вот сколько свяжу. Ну, здесь Сёма немножко надо мной подшутил. В общем, сурикат был один, но почему-то он три положил. Ну, я вообще-то два, знаете, недели связала. Ну, он три положил. И, видать, чтобы повеселее вам было повеселить нас. Вот. Такие сурикатики были. Ну, лисенок. Лисят, кстати, два было. Но почему-то два и положил. А, потому что их нету, наверное. Вот. Поэтому вязала я их четыре. Вот. Хотя и два куплено было. Мои лисята. По моей схеме, мастер-класс в описании. Вот. Пандочки были. Пандочка одна была заказана. Вот такие миленькие пандочки. Связала. Ну, харьков. Харьков вот тоже. Их, наверное, что ли нету. Потому что я продала два. Ну, связала, соответственно, четыре. Ну, видать, ему здесь уже некуда ложить было. Он не стал больше шутить. Вот. Поэтому такие мои миленькие харьки. Тоже моя схема. Мастер-класс можете приобрести. Довольно-таки популярная игрушка. Ну, и она прикольная. Вот. Потом что оленята. Оленята были тоже два. Ну, и здесь только два. Наверное, потому что... А, да, у меня их нет. Потому что у меня в очереди стоят. Я что-то думаю, лето, оленята. Они же к зимой в основном. А я не знаю. У меня там в очереди их уже шесть штук, по-моему, стоит. Мне надо их связать. Ну, по моей схеме, чтобы к зиме было много. Зимой их действительно много заказывают. Прям много. Прям по две-три в день, наверное, заказывают или нет. Только успеваю вязать. Вот. Ну, видите, летом тоже. Так, единорожка была заказана. Вот, кстати, единорожки тоже две же брыллы было. А, или я вязала две. Ну, короче, я уже запуталась. Это вот, знаете, по моей схеме. Туда вяжу, сюда не вяжу. И что там у меня, короче, я все перепутала. Так, здесь это... Ну, здесь ты уж совсем пошутил, наверное. А, нет. Здесь это как раз так и положил, да? Было две обезьянки девочки заказано. Ну, вот он их четыре положил. Ой, извините. Там, наверное, со звуком сейчас... Четыре мне дал. Ну, вот сколько связала, столько и положила. Говорит, видите. Вот такие обезьяночки девочки. На этой неделе было две штучки заказано. Соответственно, четыре я их заедала. В общем, запуталась, напуталась. Ну, если честно, да, у меня что-то там список сейчас. Я не знаю, как я это все успею на этой неделе связать. Потому что там лист ожидания у меня довольно-таки уже большой. Хотя я еще вот эти кломтики... Ну, сейчас кломтики довяжу. И, наверное, возьмусь лист ожидания. Там уже штук 10, 8-10, наверное, игрушек. Вот. Так что прикольно. Ну, вообще, мне нравится такой образ жизни. Когда очень много заказов и работы. И я как бы вообще не ной, а наоборот радуюсь. Когда заказывает. Такая, ой, еще слава, класс, супер. Это у нас такая с сыном игра. У кого больше работы за сегодня прилетит. Так что вот так мы развлекаемся. Вот. Это за эту неделю. Ну, в свитке две пары. Хотя лето, но две пары. Это тоже прикольно, да? Так что. Итого получилось. Я заработала чисто прибыль 6 240 рублей. Ну, за эту неделю. 6 тысяч. Ну, неплохо. Итого в копилке у меня оказалось теперь 151 510 рублей. 151 510 рублей. Вот. Вот такая сумма. Очень долго. Ну, к сотне как-то быстрее, мне кажется, я дошла. А вот что-то к 200, что-то прям вяленько идем. Вяленько, вяленько. Ну, я надеюсь, что мы выиграем немножко на другом. Попозже. Вот. Так что бывает, что... Ну, так здесь вяленько, а потом как это. И... Ну, зато у меня будет много игрушек. Мне не надо будет их вязать. И... А зато продаваться будут. Вот. Так что здорово. Вяжем работы всем добра, любви и чистого неба над головой. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока. До следующего воскресенья.